Здравствуйте всем! Моя информация будет интересна прежде всего тем, кому интересны духовные знания и поиски ответов на вопросы, для чего мы здесь и кто мы такие. Очень радует, что возрождается интерес к нашим корням, я имею в виду славяно-арийскую культуру. Пройдя свои уроки, мы должны наконец понять, что отрыв от корней приводит к внутренней деградации. Связь с живым источником и с коном должна сохраняться, потому что потеря истинных духовных ориентиров приводит нас в ловушку. Итак, возросший интерес к нашей древней культуре – это замечательно, но пройдясь по просторам интернета, да и просто выслушав мнения знакомых, я, к своему сожалению, столкнулась вот с чем. Очень многие люди, интересующиеся собственным развитием и своим местом в этом мире, высказывают мысли о том, что добро и зло – все едино в Боге, и что Бог – источник и того, и другого. Я решила сделать эту запись и прояснить кое-что. В этом вопросе присутствует некая ересь, которую я, по возможности, хотела бы разъяснить. О каком творце здесь идет речь? Дело в том, что творение в том масштабе, если мы рассматриваем творение Вселенной, видимой и невидимой, невозможно без достижения творцом состояния абсолютного света или горения совершенной мысли, которая, оплодотворяя пространство Любовь, способна творить миры. Потому что именно в таком состоянии возможно создать идеальные образы и прообразы будущего мира и наделить их, самым главным, способностью мыслить, чувствовать, развиваться, воспроизведить в себе подобных и просто жить, достигая в конечном итоге состояния своего родителя. И в нашем мире происходит именно так. Творец не может нести зло своему творению. Если бы творец имел в себе хоть каплю тьмы, то его творение было бы не жизнеспособным и смертным. Он бесконечно добр и мудр. Но тогда откуда же взялось зло в нашем мире, все эти страдания и болезни, несовершенные и разрушающие проявления человеческой души? Опираясь на мифологию двух источников, один из которых это миф о сотворении мира, свято-русские веды, и второй источник это зерманитский миф о сотворении мира, я нахожу ответы. Причем один источник подтверждает другой и одновременно дополняет, так как они являются взятыми из одного происточника. На самом деле эти мифы бесценное наследие, которое оставили наши предки, чтобы мы ведали, чтобы мы не уподоблялись стаду послужных и безвольных овец, не ведающих своего истока. Итак, кто же тот бог, о котором говорят, что добро и зло в нем едины? Если это не творец сварок нашего мира, то кто он? В мифе жрецов-зерванитов, которые хранили заветы и наставления пророка Заратуштры, пришедшего в древний Иран с Урала, говорится об абсолюте или Зерване. В свято-русских ведах он упоминается как род. Вот выдержка из вед. До рождения света белого тьмой кромешный был окутан мир. Был во тьме лишь род, прародитель наш. Род – родник вселенной, отец богов. Род – отец богов, род и мать богов. Род рожден собой и родится вновь. Род – все боги и вся поднебесная. Род – что было и то, чему быть суждено, что родилось и то, что родится. В овесте, священных гатах и проповедях Заратуштры, Зерван упоминается как изначальное бесконечное вечное божество. Это абсолют абсолютов, бездесущий и всеобъемлющий повелитель времени, непостижимый, непознаваемый и непредставимый, поскольку стоит в основе не только нашего проявленного мира, но и бесконечного множества других миров. Ввиду ограниченности современного человеческого сознания, неспособного дать полную характеристику понятию времени, мы просто не можем оценивать сущность Зервана, которая вмещает в себя не только понятие времени и безвременья, но и пространство как формы времени и, возможно, еще чего-то, что лежит за пределами нашего понимания. Чем больше человек пытается дать определение этому божеству, тем дальше он уходит от истины его сущности. Поэтому в Зерванитских текстах сказано, что Зерван настолько непознаваемый для человека, что последний может лишь хранить по отношению к нему благоговейное молчание. Согласно тем же Зерванитским текстам, Зерван наделяет свободой выбора как необходимым условием для развития. Из этого вытекает, что кроме правильного выбора может быть и неправильный. Центральное место в Зерванитском мифе о сотворении нашего мира занимает миф о двух братьях-близнецах, которые должны были изначально стать творцами нашего мира по мысли Зервана. Но один из духов не прошел испытаний, воспользовавшись свободой выбора, выбрал путь инволюции и стал паразитировать на творении другого духа, который, пройдя испытания, стал творцом или чистым светом разума. Если обратиться к святорусским ведам, то там говорится, что род родил корову Зимун и козу Сидунь. Именно их молоко стало протоплазмой материи для создания Вселенной. О чем здесь идет речь? О том, что род Зерван содержит в себе два принципа развития через материю. Корова Зимун, поедающая траву и дающая молоко, которое стекает в сметанное озеро, и воды этого озера служат для очищения души. То есть, поедая траву, проходя земные воплощения, человек, пользуясь способностью самостоятельно мыслить, должен переварить эту траву, опыт и дать молоко, переосмысленный опыт, который, в свою очередь, служит очищению душ от последствий неправильного выбора в мире материи. То есть, это осмысленная жизнь в материальном мире, которое приводит к дальнейшему освобождению и получению прививки от зла. Коза Сидунь, породившая впоследствии Дыя, Вия и все темные силы, представляет собой принцип каменной материи. То есть, душа, идущая путем отрицательного опыта, в соответствии с миропониманием «все только для себя и в себя», так называемый принцип «черной дыры, а не звезды», уплотняется все больше и больше. Пока не переходит в такую степень уплотнения, где движение частиц уже невозможно. Это абсолютный холод, это абсолютный ноль или состояние адского пламени. Так, такой лед тоже обжигает состояние абсолютной обездвиженности. «Каждый в процессе воплощений в мире материи должен понять, что есть лучший выбор для него, и сделать его на трех уровнях – мысли, слово и дело». Итак, делая вывод из всего вышесказанного, «Принципы правильного и неправильного выбора заложены в отце всех творцов как принцип свободы выбора». «Но это не значит, что мы должны поклоняться злу, как необходимому условию нашего развития». Например, возьмем аналогию с жизнью человеческого тела. «Чтобы лучше понять, что из себя представляет зло, его достаточно сравнить с вирусом, поражающим здоровый организм. Например, человек – это Вселенная, представляющая собой тело Творца, а болезнь – это вирус, это проникшее в его тело зло или разрушитель». Конечно, все применения любой аналогии имеют ряд недостатков, но кое-какие выводы мы сделать можем. Прежде всего, проследим характер взаимоотношений добра и зла, а также их коренные отличия друг от друга. Во-первых, добро может существовать без зла. Здоровый человек вполне может жить без болезней и жить очень хорошо, а зло без добра существовать не может. Болезнь без человека или без поражения его органов тут же умирает. Во-вторых, зло, в отличие от добра, никогда ничего не создает и не может создать. Оно не только не является творческим началом, но и паразитирует на здоровом организме, живет за его счет, разрушая его. В-третьих, зло гораздо проще по своей природе, чем добро. Вирус примитивен по сравнению с человеком, но именно поэтому борьба с ним очень трудна вследствие его изменчивости и приспособляемости. В-четвертых, добро и зло ни в коем случае не равны великие понятия и даже несравнимые. Понятие одного порядка – это здоровье и болезнь, а не человек и болезнь. Это основные выводы, которые мы, в принципе, можем сделать, рассматривая такую аналогию. Или другой пример из свято-русских вет. В одном из мифов, который называется «Велес вскрывается в Азов горе», «Велес, обращаясь к Дею, то есть к дьяволу, говорит ему, «О противник Бога, ты царь Навии и привидений, ты прибежище падших душ. Ты познал щету и величие мира, созданного Сварагом». Опять же, обратите внимание, что здесь говорится, что не дьявол создал мир, а Свараг. «Искушаешь ты наши души и приносишь освобождение от таков материи бренной. Ныне твой наступает час. Ты им не возвратишь свободу, единение с Вышним Богом». «И сказал ему сын Сидуни, я повелитель кривды и зла, но совершаю лишь благо. Ведь без тьмы не бывает света, и без смерти не будет жизни. Правды нет, если кривды нет. Так положено Вышним вправе». В этом высказывании сына Сидуни я вижу противоречия. Как нужно правильно понимать его слова? В самом начале он говорит, что он повелитель кривды, то есть неправды. Следовательно, все остальные слова нужно понимать с точностью до наоборот. Если он говорит, что без тьмы не бывает света, значит, соответственно, это неправда. Если он говорит, что без смерти не будет жизни, то это тоже неправда. Если он говорит, что правды нет, если кривды нет, и так положено Вышним вправе, это тоже чистая ложь. Конечно же, свет бывает без тьмы, и жизнь может быть без смерти. И правда положена в основу нашего мира. И она прекрасно существует без кривды. И, конечно же, так не положено Вышним вправе. Ведь он отец лжи. Следовательно, все эти слова надо понять наоборот, тогда узнаешь правду, а не кривду. Но чтобы получить прививку от зла, каждый должен пройти своим путем, как сказал Велеси Маргал, побывавший в пекле и познавший суть зла. Есть еще одна ересь, когда по незнанию говорят, что мир материи был создан дьяволом. Но обратимся к русским мифам, не говоря уже о зервонитском мифе. Там говорится, что земля была передана сварагу, нашему творцу, и он из этой материи создал все материальное. Что касается утки, которая добивала эту материю, и которая является ипостасью козы Сидуни, то она хоть и утаила от сварага каменя латырь, потому что сама хотела стать творцом, но выронила его, не удержав, то есть дух тьмы и так и не смог стать творцом. Он мог творить только чудовищные образы и страшные создания, так как сон разума рождает чудовищ. Но посмотрите, как прекрасна наша земля и космос, и звезды. Здесь же в мире материи он может только искушать души, уводя их на отрицательный путь познания, тем самым паразитируя на творении, так как у него нет собственного источника в жизни. Эта тема очень обширна, и хотелось бы затронуть ее самые основы. В добавлении хотелось бы рассказать об источнике духовной ереси. Для этого обратимся к истории. Речь пойдет о манихейской ереси. Повлиявший впоследствии на многие религии и учения. Итак, лжепророк Мани, который жил в Древней Персии в третьем веке нашей эры. Мани был не просто лжепророком, а гениальным лжепророком. И поэтому, хотя его учение трудно назвать целостным и до конца непротиворечивым, отдельные положения этого учения использовались последователи самых разнообразных религий и философских систем. Мани сформулировал практически все возможные искажения. И если бы потребовалось найти учения, полностью противоречащие здравому смыслу, то манихейство или манихейская ересь были бы вне конкуренции. Рассмотрим его основные положения. Добро и зло. Бог и дьявол реально существуют и равны между собой. Бог нас награждает, а дьявол нас испытывает. Это две огромные силы. Человек не может уничтожить зло, а потому должен молиться тому и другому добрыми и злыми поступками. Можно грешить, но необходимо и каяться. Иначе обидится или тот, или другой. То есть человеку позволено все. В общем-то из этого можно, хорошенько подумав, сделать выводы, к чему такая позиция в конечном итоге может привести. Второе. Зло в мире необходимо для того, чтобы лучше проявилось добро. Как тень нужна свету, чтобы свет был заметней, так дьявол нужен Богу. Поэтому к злу надо относиться нормально, позволять ему проявляться, чтобы более полно осознать добро. Третье. То, что у нас в земном мире хорошо, то для космоса, то есть для Бога плохо и наоборот. Если мы здесь делаем добро, то там это зло, а то, что здесь зло, там добро. Как вариант, добро и зло существуют только здесь, а в космосе же такого деления нет. Четвертое. Наш материальный мир находится в страдании. Он несовершенен, и значит, он создан дьяволом. Разве мог Бог создать такой несовершенный мир? Нет, не мог. Значит, материя создана дьяволом. Чтобы нам вырваться из этого мира, нужно уничтожать его и освобождать свою бессмертную душу. Например, умерщвлять свою плоть, кончая жизнь самоубийством. Из истории известны случаи массового самоубийства последователей манихейства. Но можно и иначе. Развратничать, пить, гулять. И твоя чистая, освободившаяся душа, пойдет к Богу. Наконец, еще один путь. Распространять учения, призывающие к разрушению мира. Но это уже путь для лжепророков. Отдельные положения манихейства встречаются сейчас во многих учениях. Даже если их пророки не знали или не говорили о мане. Надо сказать, что сам мани плохо закончил свою жизнь. Потому что еще при жизни его преследовали за его учения. И в конечном итоге его казнили. Итак, творец нашего мира, сварок. Не является источником зла. Добро и зло появились на заре создания нашего мира, как два пути, как два выбора. Но по договору с Творцом зло допущено к материальному творению. И способно влиять на него, искушая, уводя души от их истинного Отца. По истечению оговоренного срока творения, приобретя прививку от этого вируса, пойдет своим путем развития без этого паразитирующего начала. Сейчас же путь нашего развития лежит в отделении добра от зла в самих себя. Через познание двух этих начал, через осознанное отношение к жизни, через осознанное отношение к нашему материальному опыту. И в завершении хочу рассказать одну древнюю загадку. Вопрос таков. В чем отличие между коровой и змеей? Корова дает молоко, а змея его отравляет ядом. Но почему змея и почему она отравляет молоко коровы? Думаю, вы сможете сами ответить на этот вопрос. Благодарю всех за внимание.